Всем привет! Меня зовут Саша и сегодня я хочу рассказать вам о том, как реализовать виджет для iOS 14, ровно такой, какой у нас написан для Delivery Club. Так как я не могу вам на видео показать код нашего боевого приложения Delivery Club, мы будем писать виджет для приложения дизайн-системы Delivery Club, с которым вы уже знакомы из наших предыдущих видео. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы создать виджет, это выбрать в Xcode файл new, создать новый таргет и из списка выбрать виджет extension. Назовем его виджет order, потому что наш виджет будет показывать статус заказа в Delivery Club. Активируем схему. Итак, Xcode создал нам несколько файликов, в том числе виджет order.swift, в котором есть такие сущности, как провайдер, реализующий протокол timeline provider, simple entry, реализующий timeline entry, виджет order entry view и основная структура виджет order, которая реализует протокол виджет. Для того, чтобы мы с вами хорошенько разобрались в том, как все это работает, я предлагаю этот файл удалить и все, начать заново. Для того, чтобы написать наш виджет, нам надо создать несколько файлов. Начнем со свифтовых файлов. Они будут называться... Первый файл будет order entry. Это сущность, в которой будут храниться данные для того, чтобы отобразиться на виджете. По умолчанию он создался у меня внутри таргета valorous kit. Нам надо выбрать, конечно же, виджет order extension. Кроме этого, нам надо создать еще парочку файлов. Это order entry provider. Он будет... Тоже выбираем виджет order extension. Это сущность, которая будет предоставлять данные, а именно order entry для нашего виджета. И самое главное, нам нужно создать свифтовый файл, который будет называться виджет order. Это будет входная точка в наш виджет. Создаем. Помимо этого, создаем новую группу, называем ее view и создадим несколько SwiftUI view, которые мы будем использовать в виджете. Выбираем SwiftUI view. Называем... Первое будет order view. Здесь будет статус заказа. Вторая view будет называться empty view. И она будет на случай, если заказа нет. Собственно, view, которая будет решать, какую именно показать, она будет называться виджет view. Или можно даже виджет entry view. Отлично. Давайте начнем верстать с empty view. Она будет самая простая. Нам надо добавить VStack, на котором будет два текста. Для добавления текста мы воспользуемся нашей дизайн-системой, которая называется ValrusKit. И воспользуемся вот этим методом. Первым текстом будет emoji, который будет показывать статус нашего заказа. У меня здесь заготовленные есть. Скопируем вот этот. Ставим его сюда. И стиль у него будет... Это будет header large, самый большой наш, который есть. Сделаем резюм. И второй текст будет... нет активных заказов. И он будет размера main large. Для того, чтобы посмотреть на превью, нам надо добавить немножко контекста. В каком именно, видите, он создал симулятор, а нам нужно, чтобы он создал виджет. Поэтому мы добавляем сюда import widget kit. mtv.previewContext вызываем. Добавляем здесь виджет PreviewContext. И выбираем Family System Small. Наш виджет будет System Small размера. Перезапускаем нашу превьюшку. Builds Exceeded. И... Мы видим наш виджет. Наш смайлик. И нет активных заказов. Единственное, что нужно добавить это MultiLineTextAlignment.center для того, чтобы отцентровать наш текст. Казалось бы, все готово, за исключением того, что надо добавить Spacing в наш VStack. Spacing 8. Вот так. Так стало еще красивее. Значит, наша emptyView готова. Давайте сверстаем OrderView. Для этого она уже будет чуть посложнее. Для нее нам нужно создать структурку, которая будет предоставлять данные. Назовем ее OrderViewModel. И у нее будет три поля. LetEmoji. И это будет стринг. LetTitle. Тоже стринг. LetDescription. Тоже стринг. Здесь тоже будет VStack. В нем будет уже три поля. Тоже добавляем ValorousKit. Сразу добавим WidgetKit для превью. Да. Добавляем наш текст. Первый текст будет браться из Vue модельки. Поэтому в SwiftUI на Vue нам надо добавить LetViewModel. Это будет OrderViewModel. И, соответственно, добавляем сюда VueModel.Emoji. Это будет тоже самое HeaderLarge. Дальше добавляем текст, в котором будет VueModel.Title. И он будет MainLarge. И еще один текст, в котором будет лежать VueModel.Description. И он будет Small . Давайте добавим контекста в наше превью. Создадим VueModel. Это будет OrderViewModel. В качестве VueModel. Возьмем следующую вот эту с тарелочкой. Добавляем ее. Title будет готовиться. И давайте сделаем вот так для красоты. Title будет 14.00-14.10. Это будет время, когда ожидается заказ. А description будет готовиться. Соответственно, передадим VueModel в нашу вьюшку. VueModel. И зададим PreviewContext. Виджет PreviewContext. System Small. Вернемся в наше превью. И наш виджет почти готов. Осталось только добавить тоже spacing. 8. Вот так отлично. Это то, что нужно. Теперь переходим в виджет Entry. Здесь нам уже не нужно превью. Данные для виджет Entry будут приходить из поля Entry, которое будет наш OrderEntry. Мы его еще не создали. Давайте пойдем туда и создадим его. Для этого мы импортим виджет Kit. Создаем struct OrderEntry. И она должна реализовывать протокол TimelineEntry. У него есть единственное ограничение. Это varDate. И сюда нам надо добавить наше значение, на которое будет смотреть виджет EntryView и понимать, что показать. Статус заказа или статус заказа нет. Для этого мы создаем enum, который называем kind. И у него будет два кейса. CaseOrder и CaseEmpty. И, соответственно, создаем let kind типа kind. И у кейса order будет ассоциировано значение order view model. Соответственно, order entry мы здесь получили. И нам надо сделать switch. switch entry. kind. Если это order и забираем здесь let view model, то тогда мы возвращаем order view с view моделью из этого кейса. И в случае empty мы возвращаем empty view. Готово. Теперь давайте реализуем наш order entry provider. Для этого мы тоже импортим widget kit. Создаем новую структуру, которая будет называться order entry provider. И она должна реализовать протокол timeline provider, у которого есть следующие требования. Во-первых, placeholder. И возвращать он будет вместо сам timeline entry мы будем возвращать нашу конкретную order entry. Помимо placeholder нужно создать функцию get snapshot, которая тоже будет возвращать order entry. И еще функцию get timeline. Вот такие три функции. Это требование протокола timeline provider. Для placeholder мы вернем order entry. Ее надо проинициализировать с текущей датой. И в качестве kind'а мы вернем empty. Placeholder отображается на виджете в тот момент, когда данные, еще никаких данных нет и непонятно что отображать. Это будет вот как раз order entry из этого метода. В методе get snapshot я предлагаю вернуть уже case order. Для этого создадим let viewmodel равняется order viewmodel. На самом деле можем взять viewmodel вот отсюда, который мы уже создавали. создаем entry. Let entry равняется order entry. Проинициализируем ее тоже с текущей датой. Kind order. Передадим сюда viewmodel. И вызовем completion, в котором мы передадим entry. snapshot, который мы здесь создали, будет отображаться в тот момент, когда пользователь захочет добавить свой виджет. Он нажмет на плюсик на главном экране и увидит библиотечку, экран библиотеки виджетов, в котором наш виджет должен иметь какие-то, какие-то заготовленные данные. В данном случае он увидит вот как раз эти данные, которые мы приготовили здесь. И, собственно, метод get timeline, в который мы уже для самого настоящего виджета подготавливаем конкретные данные. Для простоты в этом видео я возьму совершенно те же данные. Единственное, что нужно сделать, это создать timeline. Он принимает на вход массив entries. В данном случае мы передадим одну нашу entry, которую мы создали, и политику обновления для этого timeline. Мы выберем never, потому что нам никогда не надо обновлять это значение. Соответственно, get timeline мы реализовали. Единственное, что нам осталось, это реализовать самого главного чувака, виджет order. Для этого нам надо импортнуть виджет kit и SwiftUI. И реализовать struct виджет order, который реализует протокол виджет. У него надо реализовать war body. Здесь мы создаем static configuration, потому что наш виджет будет статическим. Сюда надо передать некий kind, который является строкой. Давайте создадим его здесь. Kind равняется виджет order. Передадим сюда этот kind. Передадим наш order entry provider и entry in. Реализуем, собственно, мы получаем на вход этой клажуры entry, и нам надо создать нашу вьюху, виджет entry view, в которой мы передадим это entry. Здорово! Последний шаг, который нам нужно сделать, это добавить display name. Тут мы напишем статус заказа. description, в котором мы напишем, подскажет, что происходит с заказом и когда ждать доставку. и выбрать supported families. У нас единственная... Ага, он принимает на вход массив. Единственная family, которую мы саппортим, это system small. И последний штрих. Надо указать собачка main для того, чтобы виджет понял, что вот это главная структурка. И теперь единственное, что нам нужно сделать, это проверить, что наш виджет заработал. Запускаем, видим. Вот он наш виджет, 14.0.14.10, статус готовится. Спасибо за внимание и пока-пока!